Полтора миллиарда рублей. Таков годовой оборот рынка нелегальных пассажирских перевозок. Только отсюда, с площади Тукаев, в день уходят десятки рейсов в разных направлениях. Стоят такие стихийные автостоянки на ЖД вокзале, у торговых центрах и известных площадях. Но лидирует город Набережная Челны. Там обнаружено 13 стихийных автостоянок. Поток пассажиров такого рынка без малого 6 миллионов человек в год. Людям удобно. Автобусы ездят с трехчасовым интервалом и забирают из любой точки города. Сейчас диспетчер позвонит туда и поедет. Говорят, что они не проходят сертификацию, техосмотр. То, наверное, опасно. Я бы своей жизни не доверила. Безопасность таких маршрутов вызывает вопросы. Установление личности пассажиров при посадке в такие автобусы не осуществляется. Информация о перевезенных пассажирах также отсутствует, что снижает, в том числе, и антитеоретическую защищенность граждан. Мы знаем все эти площадки, никаких действий нет. И город должен смотреть, и администрация Казани, администрация Щелнок. У них цель одна – заработать больше денег. На совместном заседании Кабмина и МВД сегодня озвучили динамика сокращения аварий. В Татарстане сохраняется последние пять лет. Тем не менее, в каждом третьем районе рост погибших на дорогах. Второй год в зоне риска Тюличинский район. В Нурладском проблемы с перевозкой детей. Главу вызвали отчитаться, почему из 28 школьных автобусов только два оборудованы тахографом. По финансовой существующей проблеме вопрос не решен. А все ГЛОНАСС и контроль за передвижением осуществляется. И все штатные водители в штате. Без этого прибора автобус вообще эксплуатироваться не должен. В этом году на дорогах Татарстана погибли 393 человека. Дети становятся участниками каждого восьмого ДТП с пострадавшими. Безопасность дорожного движения – это комплексная задача, не раз отмечал президент страны. Поэтому ГИБДД, Минтранс и МВД обязаны не только фиксировать нарушения, но и на деле заниматься организацией безопасного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова